Всем привет! Привет! Сегодня мы поговорим о том, что нам нравится в Австралии. Дело в том, что мы живем уже в Австралии более двух с половиной лет, до этого мы 14 лет прожили в Новой Зеландии, и за это время у нас уже сформировалось такое свое мнение, конкретно нравится, не нравится, да, и сегодня мы вам расскажем об этом. Итак, первый пункт, то, что нам нравится, это климат. Да, климат по сравнению, тем более, с Новой Зеландией, в которой мы долго прожили, да, намного-намного привлекательнее для нас. В большинстве своем все подходит. Есть, конечно, какие-то недочеты, но, опять же, оно невозможно, чтобы на 100% все было прекрасно. В принципе, весна и осень вообще шикарные, то есть тепло, нету жары, нету холодно, в большинстве своем сухо, да, то есть дождики есть, конечно, но не настолько, как в той же самой Новой Зеландии. Вы, конечно, извините, что я часто буду вспоминать Новую Зеландию, но последнее место жительства перед Австралией это было там, поэтому большинство сравнений будет, конечно же, с ней. Зима, да, зимой бывает прохладненько, но эта прохлада не настолько опасная, так скажем, не настолько неприятная, чтобы переживать за нее. Люди, которые живут в Мельбурне, рассказывают, там холодно, намного дольше, намного больше и так далее. Здесь, в Брисбене, этого нет. Помимо прочего, хочу уточнить, что все, что мы рассказываем, относится, конечно же, к городу Брисбен. Потому что мы здесь живем и, естественно, сравниваем мы с климатом, который именно здесь, в этом регионе. Потому что Австралия, она разношерстная, разнообразная. Только что упомянул Мельбурн, да, то, что там прохладнее, там больше дождей, больше влажности в этом плане. Поэтому мы будем именно говорить про Брисбен. Естественно, мы здесь живем, поэтому мы можем поделиться своими впечатлениями над тем, что нам нравится. Также, конечно же, что касается меня, мне нравится, что здесь очень много солнечных дней. Практически каждый день светит солнце и намного приятнее просыпаться утром даже, когда светит солнышко и настроение сразу поднимается. Это, конечно, вот очень нравится. Кстати, хочу добавить, что Брисбен, я имею в виду, во-первых, весь штат Куинсленд, время летнее и зимнее не переводит. То есть, проблемы с этим тоже нет. Единственное, конечно, может быть, кому-то покажется не очень удобно, то, что летом здесь светает безумно рано. То есть, в полпятого утра уже светло на улице. Но, с другой стороны, на тебя ничего не дают в плане перевода времени, потому что действительно сказывается на многих людей. Также очень нравится здесь, что очень мало дождей. Они, конечно же, есть, но они не затяжные. И в период дождей, конечно же, поднимается влажность, но так как дожди не затяжные, влажность, период вот этой высокой влажности, он тоже небольшой. И для нас это огромный плюс, потому что в той же Зеландии дождей было намного больше и период влажности, высокой влажности был очень длинным. И для нас это было просто ужасно. Даже такие базовые подребности, когда у тебя есть дети, тем более дети маленькие и не сильно взрослые, то есть, тебе что-то элементарно срочно надо постирать, срочно что-то высушить, намного тяжелее это сделать в той же самой Новой Зеландии. А тем более, если у вас нет, например, сушилки для белья. Я имею в виду бараванные сушилки, сушки. Поэтому нам это очень нравится именно здесь, вот эта обилие солнечных дней, отсутствие затяжных дождей и не такой долгий период повышенной влажности. И то, конечно же, что здесь нет холода, как такового зима 3 месяца и она такая прохладная. Я бы сказала, что это как такая начальная осень в Европе. Ну да, то есть, ночью температура опускается до 7-6, бывает, конечно же, доходит и до 2-3 градусов, но это единичный случай. А днем все равно температура поднимается ближе к 20-ти градусной отметке. Так что, если так резюмировать, климат нам здесь нравится, по большому счету, если там есть, конечно, какие-то недочеты, но по большому счету нам нравится. Второе, это природа и животный мир. Да, это отдельная, конечно, тема. Я всегда восхищался природой, неважно, я жил в Латвии, я жил в Великобритании, я жил в Новой Зеландии. И здесь меня природа просто поразила, потому что это биоразнообразие, вот, пожалуйста. То есть, ты идешь по парку, эти товарищи везде ползают, где попало, да, и разных размеров, разных раскрасок. Попугаи, различные другие птицы, огромнейшее количество птиц. Интересно просто, когда ты гуляешь по парку, вот как мы сейчас гуляем, и здесь можно увидеть коал, сидящих на деревьях. В нашем районе мы периодически видели кенгуру прыгающих. Конечно, в центральных районах вы кенгуру вряд ли увидите, ну, вряд ли, да. А вот так, если чуть-чуть отъехать, то, в общем, можно даже увидеть. Как только есть какой-то приближенный небольшой хотя бы резерв, да, как они вот называют, то есть, именно место, где маленький кусочек дикой природы оставлен, то сразу же там живут без всяких проблем и те же самые кенгуру, и коалы есть. И их, в принципе, в любое время года можно периодически видеть. Ну, такой бесплатный живой зоопарк в парке, например. Ну, да. Плюс вот это вот, как я уже сказал, разнообразие птиц. Каждое утро ты просыпаешься, и у тебя попросту постоянный гул стоит на улице, и вороны. Не сильно приятный звук, согласен, но, например, мэгпайс, они прикольный звук издают, когда они по утрам поют. Огромное количество других птиц. Короче говоря, вот это вот биоразнообразие не перестает меня удивлять. Больше двух с половиной лет, а я все равно с таким удовольствием, наслаждением. Каждый раз, когда мы идем на прогулку, каждый раз, когда я вижу каких-то вот зверюшек, мне очень-очень нравится. И здесь еще много таких необычных птиц, которые вы в других странах не увидите. А они здесь просто гуляют по улицам. Ты можешь просто идти, да, вот, и возле озера, или возле залива какого-то, и ни с того ни с сего может просто произмениться пеликан, например. Да, то есть интересно, конечно же, интересно. Обилие там черепахи, да, вот ты подходишь к пруду, да, куча черепах различных вылазит. Ну, интересно. То есть не так, как в той же самой Новой Зеландии. В Новой Зеландии тоже интересно попадаются периодически. Еще один. Еще один, да. Различные животинки, но не настолько много, как здесь. Сейчас стало тепло, и вот эти вот повылазили, и здесь вообще немеряное количество. Также плюс в том, что здесь постоянно зелено. Из-за того, что нет холодов таких конкретных, практически всегда есть зеленая трава. Конечно, в период, когда супер жаркая вот эта вот засуха, да, бывает, что трава не такая зеленая, но все равно большая часть года трава зеленая, все цветет, и это тоже радует. Конечно, с другой стороны, это не сравнится. Здесь уже мяч на стороне Новой Зеландии по поводу зелени, да, там намного все более зеленая, более красочная в этом плане, более насыщенная, сочная, и деревья, и кустарник, и трава то же самое. То есть, однако, однако здесь все равно присутствует в большом количестве, и здесь мы можем сравнить, я могу сравнить со своей родиной, например, с Латвией, да, где зеленуха, грубо говоря, на улице, в течение там нескольких месяцев, все остальное серость, дожди, лысые деревья, за исключением сосны и ели, да, и вот как бы вот так. Здесь постоянно глаз радуется. Также, что касается природы, нам очень нравится, что здесь немного буквально отъехать от Брисбана, и Голд Кост Сан Шен Кост, это огромные пляжи, в основном с теплым океаном, особенно во время летнего сезона, очень теплая вода, и очень приятно купаться. Причем купаться можно круглый год, без всяких проблем, зимой температура около 20-21 градуса в океане, понятно, что для многих это покажется прохладным, да, но для меня, как я уже много раз говорил, выходцы с Прибалтики, температура 20 градусов не испугаешь, и если есть желание, если на улице тепло, хорошо, вот мы буквально показывали видео, пожалуйста, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, аномальная жара, мы ездили на пляж купаться, открывать сезон, в принципе, и это было у нас что, получается, август, да? Самый конец. Самый конец августа, это конец зимы, да, то есть на пляже люди повываливали, да, прохладненько было немного, но вполне комфортно, нормально купаться, так что вот, пожалуйста. А так, круглый год, да, люди купаются, не все, конечно, но, как я уже сказал, проблемы в этом нет. Ну, также помимо пляжей есть здесь и горы, и каждый, в принципе, может себя найти, чем заняться на природе. Да, хотите пройтись, вот мы тоже у нас видео есть, мы ходили, то есть и Mountain Marine тот же самый, то есть еще какие-то мы ездили там, как он называется, я уже не помню, тоже интересно, было там тропы различные, ты можешь в гору подняться, видео красиво и все. То есть на любой вкус, без всяких проблем, ты можешь найти себе активный отдых. Следующий пункт – это образ жизни. Да, и я хотел бы сразу начать рассказывать именно с такой вещь, как work and life balance. Есть такое понятие, есть такое выражение, то есть образ жизни относительно работы и отдыха, да, семейного и досуга, и личного досуга, и личного отдыха, то есть здесь, может быть, благодаря вот этому климату, может быть, благодаря постоянно часто солнечной погоде, да, и то, что тепло, австралийцы привыкли как-то контролировать количество своих часов, проведенных на работе, количество дней, и стараться больше времени уделять семье, больше времени уделять отдыху, потому что здесь большинство компаний работают все равно пятидневку, пять дней, да. Сейчас очень многие компании переходят либо на четырехдневную рабочую неделю, также, вот, например, я, компания, где я работаю, мы работаем девять дней в две недели, то есть это nine days per fortnight, они означают, что мы подряд девять дней работаем. Имеется в виду, пять дней мы работаем, два дня отдыхаем, потом четыре дня работаем, три отдыхаем, и вот в таком графике. То есть дополнительно у вас 26 дней в году это дни отдыха, получается. Очень даже неплохо. И довольно-таки многие к этому прибегают, как я уже сказал, что, конечно же, это не все. Естественно, есть сферы обслуживания, которые работают по своему графику, конечно же, есть люди, которые выходят по субботам работать, которые работают овертайм, да, которые сверхурочные берут, работают, не без этого. Никто не говорит, что все прямо здесь на расслабоне. Но в большинстве своем расслабон присутствует. Я не хочу сказать, что в Новой Зеландии этого не было, в Новой Зеландии также. Новозеландцы очень старались уделять этому время. Я работал, я видел это, но здесь, наверное, я бы сказал, может быть, даже этого побольше. И так как здесь все-таки большинство работает 5 дней в неделю и 2 дня отдыхают, то вот для них уикенд, выходные, это очень такое святое время, когда большинство все-таки хотят провести с семьей. У кого нет семьи, активно на свежем воздухе, каким-то спортом. В общем, для них пятница и выходные очень такие важные дни. Все их ждут. То есть люди также уезжают за город на выходные, как пятница, так после обеда. Все дороги пробками забиты, потому что люди выезжают. В воскресенье возвращаются обратно, то же самое на трассах, наоборот. Из-за города начинаются пробки. Так что, в принципе, все как и везде. Я бы сказал, в плане отдыха, как у нас многие любят говорить, поедем на выходные на дачу. Здесь также люди очень сильно любят выезжать за город. У многих есть за городом дома, то есть такие деревенского типа, где они едут, отдыхают. Также я хотел бы сюда добавить, не знаю, подойдет. Или не подойдет, но в моем понимании, образ жизни, я для себя открыл здесь, именно в Австралии, открыл для себя общественный транспорт. Все его прелести, потому что по роду деятельности я не стал пользоваться автомобилем, как это было в Новой Зеландии, и ездить постоянно, то есть в этих пробках стоять. А я купил электросамокат. Для тех, кто не знает, я пользуюсь электросамокатом и электричкой, то есть добираюсь до работы. Благо, большинство моих объектов находится в центре города, и мне это очень удобно. Плюс, опять же, сюда можно отнести и погоду, то, что небольшое количество дождливых дней, и самокат работает просто шикарно. То есть, и вот, плюс еще сейчас цену сделали 50 центов за дорогу, то есть за поездку, точнее, извините, за любую поездку в Брисбене сейчас, неважно, куда вы едете, да вообще по всему Куинсланду, то есть с вас берут всего 50 центов за один проезд. То есть это безумно удобно, самокат плюс электричка для себя я открыл классно. То есть я могу там работать, я могу там отдыхать, я могу готовиться к нашим же видео, да, которые вы смотрите, то есть и ничто мне не отвлекает, ничто мне не мешает. Плюс в электричках бесплатный Wi-Fi, у меня, правда, свой интернет, я на него не рассчитываю на бесплатный Wi-Fi, но для тех, кто не знал, для тех, кому это может быть полезно, то есть в любой электричке бесплатный интернет, то есть подключайтесь и пользуйтесь. Что еще? Я не откликаюсь на дорогу, я могу рассчитывать нормально свое время, когда я выехал, когда я домой приехал. Конечно, бывают сбои в работе электричек, конечно, бывают какие-то аварии, какие-то происшествия, но это единичный случай. В большинстве своем все работает как часы, электричка приходит вовремя, электричка отправляется тоже вовремя. Также из-за того, что климат довольно-таки теплый, на выходных многие стараются проводить время семьи, как мы сказали, и здесь очень много активности для детей, и вообще семейный отдых очень популярен. Очень много есть мероприятий, как бесплатных, так и платных, и дорогих, и недорогих, то есть на каждый карман можно найти. Очень много есть мероприятий на свежем воздухе, очень достаточное количество всяких спектаклей, шоу. Единственное, что нужно быть очень таким быстрым, потому что билеты обычно разлетаются очень быстро. Следующее – это экономика. Я понимаю, что сейчас набежит куча экономистов, знающих, начнут писать, что вы правы, не правы, что все это фигня, что все это ерунда, но я считаю Австралия, так как она является континентом, то есть отдельно государства на континенте, других здесь нет, ни с кем не граничит, и достаточное количество природных ресурсов, в первую очередь, которые добываются из-под земли, и нефть есть, и газ есть, и уран, я уже это перечислял, да, многие разные другие вещи, то есть плюс хорошие связи с крупнейшими мировыми экономиками, это тоже немаловажно, да, и с Китаем, и с США, то есть и вот более-менее все в этом плане стабильно. Если даже взять небольшую Новую Зеландию, конечно, тяжело сравнивать Новую Зеландию и Австралию в плане экономики, потому что тут, наверное, экономика одного только Нового Южного Леса сравнима с экономикой Новой Зеландии, но все же, то есть здесь более все стабильно. Единственное, конечно, сейчас происходят такие процессы, они во всем мире происходят, которые не очень хорошие, но в принципе в последние несколько лет экономические показатели постепенно могут ухудшаться, но я вижу, что все равно в плане работы, у людей достаточно работы, люди работают, люди очень редко теряют работу, и вот как по мне, так это плюс и это стабильность. Конечно же, в этом пункте есть много минусов, о которых мы расскажем во второй части. Да, вы не думайте, что у нас мы только о хороших плюсах и о том, что нам нравится. Есть и вещи, которые нам не нравятся в Австралии, а об этом в следующей части. Ну а мы продолжаем. Итак, продолжаем о хорошем. Я уже упомянул в предыдущем пункте это слово континентальность, то есть континент – единое государство. Нету никаких соседей по сухопутной границе. Это очень огромный плюс, это очень важная вещь, которая мне очень нравится, что минимизированы возможные конфликты, возможные какие-то пересечения границы нелегальные, то есть различные есть преступники, есть рефюджи, то есть беженцы, нежелательные беженцы. И сюда прибывают, конечно же, беженцы, но их более-менее как-то сортируют здесь. Сейчас опять же намегут специалисты, скажут, что это неправда, здесь все засилие и так далее. Но большинство беженцев, которые прибывают в страну, они хотят жить и работать. То есть я лично знаком с беженцами, которые сюда прибыли как беженцы. Я видел и из Ирака, и из Сирии видел людей, общался с ними, и они хотят жить и работать в стране. То есть приносить пользу и себе, и своим семьям. Так что вот это, наверное, огромный плюс, что мы все-таки отдельно, мы находимся вот в отдалении, в то же самое время, опять же, отдаление Дарвин, пожалуйста, вон через Перешейк, вот тебе Азия началась уже, вот и все. Ну что, давайте подведем итоги. Вещь, которая нам нравится в этой стране, это, конечно же, климат, природа и животный мир, образ жизни, экономика, континентальность, то есть все, что вот мы перечислили, это те вещи, которые нам нравятся. Конечно же, есть вещи, которые нам не нравятся, как я уже сказал, но о них в следующем видео. Так что подписывайтесь на наш канал, будет очень много интересного. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем пока. Пока. Пока.